развитие малого и среднего бизнеса в одессе почему городская власть вместо того чтобы содействовать нашему бизнесменам больше помогает монополистам на том или ином рынке ну видите вы сами ответили фактически своим вопросом и ответ выплывает абсолютно однозначно потому что помогая каким-то монополистам это чаще всего монопольные компании принадлежащие бизнес-партнером родственникам друзьям либо просто близкие компании к руководству городской городской власти я на сто процентов уверен что этот тупиковый путь развития потому что во всем мире основные деньги основное наполнение бюджета как раз происходит из отчислений малого и среднего бизнеса в украине и особенно в одессе на сегодняшний день об этом никто не думает думают о том чтобы дать заработать своим друзьям к родственникам дать заработать тем кто даст какие-то отчисления либо откровенный откат взятку чаще всего в тендерах выигрывают одни и те же компании что дороги стелят в одессе одни и те же компании и все практически все что ты не коснешься даже небольшие работы приносящие условно не очень большие деньги так или иначе глобально глобально там может быть не влияет на общую сумму потраченных денег из городского бюджета особенно но все равно эти компании так или иначе завязаны на городской власти имеют с ней какое-то отношение не мешает ли власть развитию малого и среднего бизнеса в одессе вот вы сам бизнесмен ваши товарищи как бы наверное тоже этим занимаются в одессе существует такой режим существует режим малого и среднего бизнеса когда все благодарны за то что только бы не мешали какой-то степени это городской власти удается а какой-то там поддержки говорить откровенно говоря не приходится не практически невозможно получить помещение для открытия офиса либо производства у городской власти через тендеры либо через торги потому что все самые лучшие помещения они чаще всего передаются опять же либо тем с кем есть какие-то связи знакомства либо откровенно говоря за взятки все что касается осваивание бюджетных денег в этом всегда сложность что несмотря на то что ты можешь приглашать предложить и самую лучшую цену и самую крутую услугу самый лучший сервис никакой гарантии что тебя к этому допустят нет в разные причины могут найти какую-то отписку могут там найти формальность не предоставленную бумажку я сам один раз присутствовал с одним из своих приятелей когда разговор шел где-то в районе 5 миллионов гривен о реконструкции одного из помещений принадлежащие одесскому городскому совету он дал самую лучшую цену но его предложение было не рассмотрено по причине того что недостаточно было ксерокопии счета то есть даже в ритм оборота формальность все прекрасно понимают что это абсолютная глупость потому что если у человека на предприятии есть наемные сотрудники если у него есть справка с налоговой инспекции что у него нет задолженности не по зарплате не перед контрагентами то у него однозначно есть счет но его не допустили потому что он дал цену даже меньшую но у него не было никакой договоренности о том что он этот объект этот тендер сможет выиграть когда-то мы провели собственный анализ о стоимости закупленных по программе безопасный город камер видеонаблюдения это произошло буквально 2-3 года назад когда она только была запущена и оказалось что камеры покупались от десяти до пятидесяти раз дороже чем они бы могли обойтись городскому бюджету если например делала наша компания или похожая независимая компания стало понятно что эти деньги очередной раз освоила какая-то там компания близкая к тем кто этот тендер объявлял и распорядитель распоряжался этими деньгами довольно тоже интересные вопросы касающиеся допустим того же авторынка успех тех же мафов то есть насколько я знаю эту проблематику люди сначала дают разрешение они начинают работать после чего сносят и на том же месте потом возникают новые мафы это абсолютно абсолютно правда это к сожалению одесская реальность когда по каким-то надуманным причинам смой сносят мафы а через время там мы может не на следующий месяц но через полгода через год на том же месте несмотря на то что причина была там нарушение правил установки безопасности еще какая-либо причина прямо же на этом месте вырастает другой маф просто у него меня изменит меняется собственник и ни для кого не секрет что практически все более-менее законно установленные мафы в одессе принадлежат двум или трем группам двум или трем компания всего лишь и все остальные люди которые хотят заниматься бизнесом хотят работать они просто берут в аренду эти мафы у этих компаний фактически эти компании собственники мафов они ничем не занимаются кроме как сдают эти мафы в аренду грубо говоря стригут капусту другой пример абсолютно реальный когда осваиваются деньги офшорной компании либо через какую-то компанию прокладку но конечно бенефициарам все равно остается офшорная компания то есть фактически деньги почти прямым путем из городского бюджета уходят на кипр белиз и еще какую-то другую страну не оставаясь в одессе и украины то есть фактически за наш счет кто-то обогащается а это я считаю абсолютно неправильно потому что эти деньги могли бы остаться в украине бы и городе в городе с них бы отчисления выборы происходили они бы достались большему количеству людей кто там себе мог бы что-то больше позволить это денежная масса она бы работала у на нас самих ситуация понятно что плачевная но все же как представителям малого среднего бизнеса победит этого дракона монополиста олигархического властного что делать у меня нет ответа на этот вопрос я знаю что до тех пор пока в городе действительно не озаботятся поддержкой малого и среднего бизнеса понимая что это единственный и самый стабильный источник пополнения городского бюджета до тех пор здесь ничего не изменится я всегда говорю что эти вопросы надо задавать своим депутатами и городском уголове каждого на районе практически на каждом районе есть собственный депутат городского совета вот имея такой бизнес дал есть две позиции пусть они нам только не мешают мы сами будем работать есть другая позиция делать свое дело и приходить к своему депутату и спрашивать его почему он проголосовал за то решение за это почему дорогу стелит или плитку стелит какая-то офшорная компания они компания припит прописанная в одессе почему какой-то фасад красит опять же офшорная компания они компания прописанная 10 пускай она будет в 10 раз меньше но которая никогда не ближайшее время скажем так не отсюда не убежит у которой есть понятный собственник с которого всегда можно спросить и потребовать ответы